Очень часто, когда что-то происходит, особенно происходит что-то трагическое и значимое, раздаются возгласы, ну кто же за это ответит, кто виноват, когда же будет следствие. Вот именно о механизме ответственности я бы хотел сегодня поговорить. Практически год назад, 15 декабря 2020 года, случилась трагедия в селе Ишбулдино Обзелиловского района. Загорелся и сгорел приют, в котором содержались старики, и погибло 11 человек. История была на всю страну, съехались журналисты, телекомпании и прочее. Правда, не приехала министр социальной защиты Ленара Иванова, у нее в этот день был запланирован корпоратив, и она сочла, что это не очень важное событие, чтобы прерывать свое веселье. Она приехала попозже. Практически год длилась следствия. Сейчас уже осуждена владелица этого приюта Росима Махиянова. Она получила три года колонии общего режима, и при примерном поведении, примерно через полгода, она уже окажется на свободе. Вот такая ответственность постигла непосредственный организатор шоу этого приюта, в котором погибло 11 стариков. Возраст погибших был от 57 до 80 лет, и они самостоятельно не смогли погибнуть в горящий дом, и сгорели. Но следствие длилось дальше. Выяснялись виновные из числа должностных лиц. И вот теперь это следствие завершилось, и практически уже готово обвинительное заключение, и, к моему великому удивлению, среди обвиняемых чиновников в подобном происшествии находится только один человек, и этот человек сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям. Фархад Абдулин, 37-летний сотрудник училинского межрайонного отдела МЧС, признан виновным в халатности, и его теперь обвиняют в том, что в результате этой халатности погибло 11 человек. Страшно предположить, что грозит Фархату Абдулину, если непосредственному организатору дали три года общего режима, ему, видимо, дадут условный срок. Так, вероятнее всего. Но примечательно то, каким образом следствие отобрало вот этих вот виновных и причастных. С самого первого дня, вернее, даже в день этой катастрофы, стало абсолютно понятно, что главной задачей чиновников является доказать то, что они не были в курсе вообще всего происходящего, и вообще не знали об этом приюте. В ходе следствия выяснилось, что господин Абдулин, вот этот вот МЧСник, наведывался в январе, да, в январе 2020 года, практически за год до трагедии, в этот приют. При этом Фархат Абдулин узнал о существовании этого приюта из СМИ. Это очень важный момент. Местные районные СМИ писали о том, что открывается приют в таком превосходном тоне, писали, что замечательная инициатива, частный бизнес, и район будет помогать, и чиновники начали скидываться деньгами, и там купили какие-то матрасы. В общем, вот такая была история. Как на этом фоне можно говорить о том, что никто ничего не знал, я не понимаю. Далее. Вопрос. Если Фархат Абдулин посетил с инспекцией вот этот вот приют, кстати говоря, в ходе этой инспекции в январе 2020 года он выявил огромное количество нарушений, отсутствие запасных выходов, отсутствие эвакуационных путей, средств пожаротушения и прочее, прочее. Он составил об этом докладную записку и направил этот документ в местную прокуратуру. В течение следующего года до самого пожара местная прокуратура судя по всему ничего не предприняло, но судя по тому, что этот приют так и остался работать. При том, что сотрудник МЧС известил прокуратуру о том, что услуги там оказываются ненадлежащим образом. И с точки зрения его, сотрудника МЧС, это опасное заведение, в котором может быть пожар с летальными исходами. Теперь вот этого сотрудника МЧС признают виновным в халатности. Прокуратура здесь ни при чем. Администрация, которая участвовала в открытии этого приюта, здесь ни при чем. Министерство труда, семьи и социальной защиты здесь вообще ни при чем, да ведь? Но у меня вопрос. А вот когда подавался годовой отчет о количестве приютов, о количестве частных приютов, о количестве людей, содержащихся в приютах, которые получают социальную помощь, а между прочим, вот те, кто содержался в этом приюте, вернее владельцы этого приюта, наверняка получали субсидии от Министерства труда и социальной защиты. Как Министерство труда и социальной защиты могло не знать о существовании этого приюта? Вот теперь вся оборона госпожи Ивановой, которая в день трагедии отплясывала на корпоративе, зная об этой трагедии, так вот ее оборона сейчас построена на том, что она знать не знает про этот приют, ведать не ведает и отвечать за это не собирается. Вот теперь стрелочник по фамилии Абдулин, 37-летний сотрудник МЧС, попадает под суд. Ну, судя по всему, его отдадут под суд, обвинительное заключение и будет суд. Я уже говорил о том, что наверняка он получит условный срок и, в общем-то, на этом все закончится. Шито и крыто. Вот вам ответ на тот вопрос. Когда вы спрашиваете, кто ответит в гневе за какое-то ужасное событие, которое случилось, например, у нас не так давно. Никто не ответит. Ответят стрелочники, назначат крайнего. Наше государство тщательным образом собирает налоги и всевозможные сборы с каждого из нас. На свое собственное существование. На Ленару Хакимовну Иванову и ее корпоративы. На житье-бытье администрации Абзелиловского района. Но когда речь заходит об ответственности, когда кто-то осмеливается спросить, ребята, а вот за вашу работу вы как отвечаете? Вот контроль над этими заведениями, это была их работа. Они говорят, не-не-не, мы не отвечаем, мы не в курсе. Простите, а за что вы наши налоги тогда получаете? За то, чтобы быть не в курсе? Но судя по работе Ленара Хакимовны, да, она получает свою министерскую зарплату именно за то, что она не в курсе, что происходит в подведомственных учреждениях. Вот такая вот история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова